Рабочий четверг Предприятие с общим объемом инвестиций в 718 миллионов рублей ориентировано на создание современного серийного производства бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем для нужд ульяновских предприятий. Ну а мы дальше будем эту экономическую зону портового типа развивать. Сегодня мы договорились с нашими партнерами из УАК о том, что Центр кастомизации и на МС-21 и на Супер-ЖЭЦ Супой будет организован здесь в рамках нашей особой экономической зоны. Это важнейший такой якорь, который за собой повлечет открытие и создание новых предприятий, которые будут сопровождать в кооперации деятельность Центра кастомизации. Помимо экономических вопросов Михаил Бабич уделил большое внимание теме образования, посетив Ульяновский государственный педагогический университет. Сотрудники вуза рассказали гостю о комплексе непрерывного обучения, который реализуется на базе университета вот уже несколько лет. В комплекс входит не только сам педагогический, но и детский сад, научно-исследовательский центр, профильные университетские классы и академии дополнительного образования. Действительно, это инновационный подход. Действительно, это нечасто, а может быть даже в единичном случае мы видим, что педагогический вуз сегодня стал больше, чем просто педагогический вуз. Это сегодня центр компетенции, разработки методик, подготовки специалистов как для школы, для детского, для дошкольных учреждений и для науки. Далее делегация отправилась на большое совещание по социально-экономическому развитию региона. Среди поднятых на совещание вопросов значились строительство перинатального центра, чрезвычайная ситуация с оползнем на грузовой восьмерке и дальнейшее экономическое развитие области. По завершении встречи Михаил Бабич отметил, что Ульяновская область развивается вполне стабильно. Хочу сказать, что абсолютно удовлетворен ситуацией социально-экономическим развитием в Ульяновской области. Конечно, есть трудности, есть трудности в автомобильной отрасли, есть трудности на отдельных предприятиях. И мы сейчас тоже посмотрим, что можно сделать для того, чтобы каким-то образом поддержать людей. Где-то, соответственно, заказами, где-то перепрофилированием, переобучением и, соответственно, переводом на другие предприятия. Но в целом, конечно, огромная работа Сергея Ивановича проведена. И сейчас она дает тот результат, тот эффект, в том числе экономический, который сегодня абсолютно счетный. И мы видим сегодня на всех показателях социально-экономической развитием области, насколько область добавляет. Хотя, еще раз говорю, конечно, это было очень сложно сделать, потребовалось много времени, усилий. Сергей Иванович, с его командой это удалось. Большая и результативная командировка закончилась в Большом зале Ленинского мемориала, где прошло праздничное мероприятие по случаю столетия патронного завода. Михаил Бабич поздравил работников предприятия, а самым отличившимся вручил почетные грамоты. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды.